Коронавирус продолжает угрожать нормальному ведению бизнеса. На этот раз под удар могут оказаться владельцы и персонал хостелов. Причина в новых санитарно-эпидемиологических требованиях к эксплуатации помещений. Предприниматели говорят, что выполнить их нереально. Ещё весной прошлого года, во время первой волны пандемии коронавируса, Роспотребнадзором были разработаны рекомендации по работе отелей и хостелов. Многие из них, конечно, были вполне разумными. Причём какие-то выполнялись и без всякого коронавируса, какие-то стали новинкой. Заселяться только в мере температуры, в обязательном порядке. Если температура какая-то, то мы уже отказываем от заселения. Ну и, конечно, это уборка. Уборка всех помещений в обязательном порядке. Специальным веществом при входе в хостел тоже обработка рук. Однако нынешней зимой эти рекомендации решено сделать нормативами. И здесь уже отельеры и эксперты всерьёз забеспокоились. Во-первых, нельзя всех стричь по данному гребёнку. Крупную гостиницу на сотне номеров и маленький хостел. Давайте, для примера, возьмём какой-нибудь более известный отель. В советских времён в Москве в гостинице «Космос» и в каком-нибудь там хостеле, который располагается в отдельном здании или на первом этаже, естественно, эти требования, наверное, не должны быть одинаковые. В частности, владельцы хостелов считают просто самоубийством попробовать выполнить норматив по раздельному заселению. Это та же гостиница «Космос» может себе позволить размещать по одному человеку в номере, если это, конечно, не семейная пара. У хостела специфика работы совершенно другая. Он подразумевает нахождение ни одного человека. К чему это может привести? Вы теоретически начнёте выполнять? Теоретически, если я начну это выполнять, то я просто закроюсь. Закроюсь и не буду работать. Мне это будет нерентабельно, потому что это не будет покрывать ни аренду, да ничего, это превратится не из хостела, превратится уже, я даже не знаю, в квартиру. Предприниматели надеются, что общественные организации, та же опора России, смогут убедить федеральные Минэкономики дать негативный отзыв на разработанный Роспотребнадзором проект этих нормативов. Если же их всё-таки утвердят, то остаётся надеяться, что чиновники будут закрывать глаза на неминуемые нарушения, как сейчас происходит со спортивными залами и ночными клубами.